Горячие линии Мы совместно работаем с ресурсным молодежным центром, где обеспечиваем информационной, психологической и юридической помощью всех, кто на сегодня в ней нуждается. Мы на сегодняшний день призываем всех объединиться вокруг решений нашего президента для того, чтобы стабилизировалась обстановка в нашей стране, чтобы мы вернулись к той жизни, которая нам приносила не просто какие-то достижения и успехи, но также и проблемы, которые нужно научиться решать совместным образом, путем переговоров, путем согласований. Мы на сегодняшний день считаем, что самое главное, что мы можем сделать, хоть это ребенок, который учится в школе, хоть это студент, хоть это взрослый человек, это качественно выполнять ту свою работу, тот свой участок, за который мы сегодня отвечаем. Только таким образом мы сможем отойти от тех переживаний и стабилизировать не только свое состояние, но и общее состояние нашего социума в целом. Я думаю, что только таким путем мы придем к совместным каким-то общим решениям, общим новым планам, может быть, на что-то посмотрим по-новому и будем трудиться также во благо нашего Казахстана. Сил у нас достаточно, президент нам называет наши ресурсы, нам нужно быть услышанными. Мы привыкли говорить, что у нас должно быть государство слышащее. На сегодняшний день мы должны тоже услышать государство, довериться всем тем шагам, которые предпринимаются. И таким образом мы сможем вернуться в прежнее русло нашей жизни.